Здравствуйте, дорогие друзья! 2021 год, год металлического белого пучка. Я предлагаю вам сделать вот такую вот интересную подделку из картона и цветной бумаги. Для работы нам сегодня понадобятся ножницы, карандаш простой, у меня есть черная гелевая ручка, вы можете взять фломастер или маркер черный, клей-карандаш, для работы вам понадобится еще белая бумага, у меня есть вот такая фактурная бумага, это у меня белые обои. Можете взять другого цвета, либо другие обои. Есть цветная бумага, цветная бумага вам понадобится, либо белая, либо коричневая, на ваше усмотрение. У меня есть вот такие вот ленточки, они понадобятся вам для декора. Также для управления я предлагаю вам взять вот такие вот атласные ленты, вот такие вот разноцветные, и основную заготовочку, вот такие вот шаблоны. Шаблоны я подготовила заранее, вырезала из картона плотного, выглядят они вот таким вот образом. Итак, приступим к работе. Для начала я возьму белую бумагу, нам нужно будет сейчас белая бумага задекорировать вот эту вот сторону. Коричневую сторону мы оставим, она будет находиться у нас внутри. Мы возьмем с вами карандашик и отведем на шаблон. Также можете сразу ввести вторые шаблоны, это головка и основание. Я взяла наши шаблоны, теперь буду вырезать. Итак, я вырезала все наши детальки. У меня такие получились. Здесь я пока не стала вырезать, я потом, когда приклею, буду вырезать, чтобы было видно аккуратненько. И так, теперь давайте все приклеим. Для этого я буду использовать клей-карандаш. Вот я подготовила наши детальки. Теперь я вырежу вот эту часть, нужно, чтобы были немножко. Итак, давайте теперь с вами приклеим все наши детальки. Смотрите, что нужно нам сделать. Нам нужно было вот здесь вот на сгибе, где я заранее прочерчила такую длину. Нужно нам вот так вот согнуть, чтобы получился вот такой вот сгиб. Также напротив кожей страницы тоже сделайте такой же сгиб. У нас получится вот такая вот конструкция. Можете ее вот так вот размять. Вы видите, что она стоит неустойчиво. Для этого вам понадобится вот эта деталька, которую мы заранее подготовили. Ее нужно будет приклеить вот здесь вот в середине. Вот таким вот образом. Чтобы вот так вот не смотрелось. А для этого я возьму горячий пистолет. Только пользуйтесь им аккуратно, чтобы не обжечься. Находите сразу в центр. Наши детальки основные. Можете вот таким вот образом сразу согнуть. Ну вот смотрите, что у нас получилось. Основание уже готово. Теперь давайте приклеим нашу головку. Головку буду приклеить чуть-чуть выше этот середин. Примерно в этом месте. Ну все, наша основная конструкция готова. А теперь я предлагаю вам взять цветную бумагу. Можете взять желтую, коричневую, для того, чтобы задекорировать основными деталями нашего бычка, как на этом варианте. Я возьму вот такого цвета. Можно сделать глазки вот таким черным цветом. У меня еще осталась в прошлого мастер-класса такая коричневая бумага. Тоже можете ее использовать. Для начала предлагаю вам вырезать ушки и хвостик. Хвостик вот такой вот у нас. Ушки я буду вырезать в произвольной форме, в форме капельки. Вот таким вот образом. Я взяла вот такой небольшой квадрат, согнула его пополам. И вам нужно будет вырезать примерно изогнутую небольшую капельку. Сейчас я вам покажу, что получится. Вот смотрите, мне получились две детальки. Вот такие вот. Это наши ушки. А приклеивать мы будем с обратной стороны нашей головки вот таким вот образом. Также сейчас мы вырежем с вами хвостик. Для хвостика я тоже вырежу сейчас полоску бумаги. И также в произвольной форме вырежу примерно хвостик с кисточкой. На конце. Вот такой вот у меня симпатичный хвостик получился. Приклеивать будем с обратной стороны вот таким вот образом. пока мы эти детальки клеить не будем. Мы пока подготовимся. Рожки можно вырезать из коричневой бумаги. Я вырежу небольшой кусочек полоски. Также согну его пополам. и вырежу. И вырежу таки пирожек вот такие вот продолговатые полосочки. Вот у меня получились две такие-вы детальки. Пирожки приклеиваем здесь вот вместе. И так, для нашего бычка мы еще сейчас вырежем мордочку такую вот. Мордочку я вырежу с этого же цвета. И так, давайте приклеим вот эти основные детальки, которые мы вырезали сейчас. Использовать я буду клей-карандаш. Вот посмотрите, что получилось. Мы приклеили все наши детальки вот таким вот образом. Ушки у нас приклеились с этой стороны. Гостика у нас получился такой вот интересный. Теперь давайте приступим к детализации нашего бычка. Для этого я возьму черную цветную бумагу и буду вырезать основные детали глазки, челочку, копыта черным цветом. Можете добавить такие вот яркие пятнышки. У меня здесь еще добавлено смотрите, вот такая вот лубочка. И это все у нас есть. И сейчас с вами будем все выреживать. Итак, приступим к работе. Начнем, наверное, вырезать глазки. Ну, получили из нее такие вот такие вот детальки. Два глазика. Пока их не приклеили, со стороны подберите. Теперь нужно будет вырезать вот такие вот внутри. Тоже нужно будет взять полоску черной бумаги с одной пополам, чтобы получились две идентичные детальки. И вырезать. Ну, получили все-таки две детальки. Чтобы вырезать копыта, я вырежу полоску на бумаги. Более широкую. Можете претворительно так вот поверить, примерно как у вас есть. Размеру примерно детальки. Полтора сантиметра. Согните на четыре части. Чтобы сразу восполнялись четыре одинаковые степеньки. Форма может быть разная. Тут просто детализация произвольно формена. Могут быть как облачки. Могут быть прямоубольники. Ну, вот такие получились детальки. Их четыре штуки. И четыре пакеты. Итак, что у нас не хватает? Давайте посмотрим. Давайте вырежем еще вот такие пятнышки. Пятнышки я буду вырезать, наверное, такие вот коричневые. У меня осталось еще коричневый от семей бумаги. И тоже катался одним полом несколько раз, чтобы получилось несколько деталей сразу. Вырежу такое бесформенное облачко. Они могут быть у нас разного размера, разной формы. У меня в ней получились все-таки вот. Мы с вами будем вот эти вот пятнышки клеить на 10 раз, настав наши бочки. Можете на спинке вот здесь вот приклеить. Итак, детали мы вырезали. Теперь давайте все это приклеим. И все это приклеим. И все это приклеим. Ну вот я приклеила наши детали. Теперь у вас получился вот такой вот пучок. Смотрите, я приклеила все пятнышки. Теперь я вам предлагаю нарисовать им ротико здесь и приклеить вот такие вот уже, когда у меня готовые заготовочки, вот только вот цветочком и лепесточком. Смотрите, что у меня получилось. Вот такой вот интересный пучок, у него во рту веточка, цветочка. Не хватает небольшой детальки. У меня осталось в прошлом мастер-классе вот колокольчик. Я предлагаю вам завязать на такую вот ленточку. У меня есть такие ленточки цветные. У меня был дождик, остался после Нового года. Давайте его используем как завязочку. И привяжем таким вот образом на шею нашего бучка. Ну вот у нас получился такой интересный, яркий пучок. Вы можете сделать такую поделку в детский сад, в школу и поставить под елочку у себя дома. Всего хорошего. До свидания. До следующего мастер-класса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...